...находят занятия по практической реставрации со студентами первого курса Академии Сурикова. Еще недавно эти ребята сидели за партом и рисовали ковальберта в школах искусства. Сегодня они знакомы с реальными аспектами реставрационной работы и своим трудом помогают сохранить культуру и наследие 17 века, восстанавливают храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кутырках. У многих москвичей слово «кутырки» ассоциируется исключительно со знаменитой тюрьмой, находящейся на севере Москвы. Далеко не все знают, что изначально в слоях у Кутырка нет ничего страшного. В давние времена так назывались дома, и небольшие поселения расположены в небольшом удалении от основных населенных пунктов. Обычно делевали от них лесом или полем. Но в 17 веке никакой тюрьмы здесь не было, а эта местность принадлежала будущим правителям России, семье Романовых. В те времена вошли в историю как смутное время. Череда кровопролитых, что у совес и столкновений с соседями. Владелец села, дед будущего царя Михаила, поярин Никиты Ивановича Романов, в 1646 году строят здесь деревянную церковь. Но уже в 1682 году появляется каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы с пределами преподобных Сергея Николаевича Дотворцу. Храм всегда имел особое значение. Духовно о кормле, базирующийся в Путырской слободе стрелецкий полк. Церковь сильно пострадала во время войны 1812 года. В огне московского пожара, устроенного французами. Но самые сильные потрясения выпали на долю храмов в 20 веке. После революции 1917 года храм был признациальным памятником архитектуры и взят под охрану государства. Регулярные облах служений были прекращены в 20-е годы 20 века. Окончательный храм был закрыт в 1935 году. В том же году он перешел в собственность завода номер 132, глав авиапрома, впоследствии переведенного в знамя, который сначала использовал его как склад. Зачем началось его разрушение? В здании храма оборудовались заводской цех. К началу Великой Отечественной войны была снесена верхняя часть колокольна, глава храма и трапезная, а также здание приходской школы и богатильни. Испоято на то, что уже в середине 20 века правительство предписывало заводу освободить помещение храма и переставить уничтожить макария здания, фактически работа с хромом тресном виски в конце 90-х годов. К этому времени храм сильно запустил и обветшал. Реставрационные работы ведутся уже несколько лет, но нужно сделать еще немало. Практически ничтожена колокольня, выполненная в шатровом стиле, одной из последних строений, выполненной в этой манере. Предстоит разобрать полные искричьи этажей, восстановительные стену живописи. На первых порах представить, что за грязной обсыпавшейся краской скрыто еще 7 слоев по крызи, а уже за ними находится уникальная роспись 17 века невозможной. Каждый слой краски имеет свой уникальный химический состав, а значит свою специфику работы с ним. Стены тоже далеки от первоначальника чертежей и рисунков. Где-то вместо живописной картины или фрески находится окно, которое теперь требуется устранить, застраиваемые и витамируемые. Ошибиться нельзя. Необходимо подавать такой материал, который будет сочетаться с кирпичами 300 лет недавности, обеспечив необходимую конвекцию воздуха, влажность и температуру, дабы не испортить то, что возрождается таким трудом. Труд реставратора далеко не прост, а при неправильной организации это даже опасен. Здесь практические занятия. Я учу, с чего начинать работу, чем работать, как работать, чтобы это было безопасно, потому что реставратор на самом деле требует достаточно больших всегда пояснений техники безопасности. Мы часто работаем на высоте, часто очень работаем различными химическими растворителями, которые надо в дозированном виде около себя держать, скамперами, режущие, колющие предметы. У нас только так. Первый курс начинает это осваивать, а шестой курс уже защищает диплом. Работа у нас действительно достаточно физически тяжелая. Вот если здесь вроде высота небольшая, то часто приходится работать очень на большой высоте, на лесах, и раз 5-6 в день спуститься вниз, этого уже хватает. Потом, конечно, ручная работа, безусловно, у нас ничем руки не заменишь. Подобные трудности могут многих отпугнуть, тем более юных первопорстников. Именно здесь преподавателям нужно найти особый подход к студентам. Непринужденная остановка на семинаре, уважительные отношения между учителем и учеником. Главное, совместный труд и личный пример. Все это лишь наиболее заметные аспекты налаженного взаимодействия. На самом деле их гораздо больше. Важно, конечно, педагогически их привлечь, потому что они это делали. То есть заинтересованность, безусловно, надо стимулировать в них. Они поступают, конечно, на реставрационный факультет, где-то видят эту работу. Очень немногие оканчивают училища по реставрации. Приходят как бы на чистый лист. И мы их обучаем уже с самого начала. Ну, вот как начать обучать, как заинтересовать, это дело уже педагога, обязательно. Очень важно именно постепенно, с самого начала, как только студенты начинают заниматься, приучать их к нашему труду. Не просто только теорию рассказывать, это часто так бывает в ВУЗах. Я, например, считаю, что надо сразу приучать к ручной нашей работе. Потому что по истечении шести лет, сколько они учатся, к концу шестого курса они уже начинают очень хорошо работать. То есть постепенная, ненавязчивая, не очень напряженная работа, не очень напряженный труд приучают. Их вот эти разрозненные наши операции, их очень много в реставрации, соединить в единую цепочку, и они тогда понимают, к концу шестого курса, что они делают. После долгой плодотворной работы, обсуждения рефератов и учебного материала, нужно немного отдохнуть и попить чай. Говорят уже больше не об учебе, а о вечном, о Боге, семейных традициях и ценностях, развитии человека. Сами стены к этому располагают. Я думаю, что если ты работаешь в церкви, то ты должен хотя бы, если не совсем быть таким, как гостианином, бирьяном, но иметь уважение к тому, что ты делаешь, к тому, чему ты прикасаешься. И, безусловно, быть человеком развитым и в духовном, и в умственном смысле. И мы вообще считаем, что православная церковь, она учит человека добру, жертвенности, любви. И я думаю, что это именно те понятия, которые помогут человеку понять, сознать себя в этом мире, ощутить этот мир, и быть гармонией с ним, и гармония ему встанет собой. Юным реставраторам предстоит еще многое узнать и многому научиться. Необходимо быть не только искусственным строителем, но и, конечно же, художником. Только чувствовать цвет, фактуру и освещение, разбираться в особенностях старинной русской живописи, знать историю России. Но важнее всего для будущего художника уметь ощущать духовную составляющую своей работы, понимать и чувствовать смысл изображенных сюжетов и то значение, которое они имеют для прихожан. А эти чувства воспитывают человека гораздо сложнее. Здесь очень редко можно ограничиться занятиями в ВУЗе. На помощь должна прийти семья и близкие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok